И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйченко Порядет, на связи Вескер, и сегодня мы продолжаем прохождение Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, Ларик Крофт, и я записываю это во второй раз, потому что в прошлый раз она там и заглючила, но не переживайте, недалеко ушли, там в основном тексты послушали, так что я не против еще раз их послушать. Которую никто не верил, я дрался с огромными углями, с косяками кровожадных пираний, признаюсь, у меня остались шрамы, я нырнул в лодку гиганта в поисках сокровища, хе-хе-хе. Ну он неплох, он хорошо передает нашу историю. Так вот, поэтому сейчас по ходу игры я буду вам рассказывать, что нас ждет впереди. Сегодня у вас будет среда, если по геймплейному ролику, поэтому... А, записываю все в субботу, 10-го, если что. Сегодня же 10-й у нас, да? Да, 10-я. Поэтому, ребят, говорю сразу, у нас, во-первых, открылась новая социальная группа в WhatsApp. Можете подключаться, если есть на то желание и возможности, потому что не у всех есть смартфон, как выяснилось. Не в обиду, ребят. Но я понимаю, я сам был сторонником чисто кнопочных Нокио долгие годы своей жизни. Потом как-то пристрастился. Но это понятное дело. Это первое. Во-вторых, YouTube сейчас замедляет, замедляет активно. Возможно, его отрубит в скором времени. Поэтому сейчас прошу всех. Вот прямо сейчас можете поставить на паузу. Видео никуда не убежит. Тем более, в случае этого есть еще одна новость, но она будет третья по счету. Поэтому обязательно сейчас подписывайтесь на все социальные сети наши. ВК, Телеграм, Дискорд, Твич. Ссылочка должна уже быть в описании тоже. Должна уже быть там. Если ее нет, то ударьте мне под шапки в телеги, потому что там я точно сижу постоянно. И в Дискорде. В Дискорд я редко захожу. Но сейчас я буду пытаться делать так, чтобы были у нас ретрансляции. Это значит, что я пока буду Action Millers использовать только для записи видео. А для ретрансляции я буду использовать, наверное, ОБС как вариант. Хотя есть еще одна платформа, которая позволяет это делать. Я пока не знаю, как это все будет работать. Я буду это экспериментировать уже у себя. Завтра в воскресенье. У вас это уже прошедшее воскресенье 11-го числа. Будем пробовать все направления. Буду пробовать все. Что возможно. Ну и третья новость по поводу видео, как я уже спойлернул. Прежде чем подойти к Иоаннычу. Ребят. Если вы у нас на данном подписаны и активно сидите у нас в телеге. А я рекомендую, в первую очередь, туда подписаться. Вы наверняка заметили, что в телеге появляются видео. Именно загруженные видео. Не ссылки на YouTube или на шатундуки. Я буду стараться делать так, чтобы видео можно было бы загрузить. Таким образом. Крайним суммам. Но телега она ограничивает. Она ограничивает до 2 гигабайт для файла за раз. Я буду пробовать загружать туда все видеоролики. У меня есть хороший конвертер, который позволяет одновременно и нарезать. Так что, возможно, будет так, что если вдруг с YouTube будет вообще кряк, я буду в телегу скидывать записанные трансляции, нарезанные на кусочки по 2 гигабайта, каждый в урезанном разрешении. Это единственный вариант, чтобы можно было в один кусочек вместить больше видео, но при этом, чтобы можно было бы посмотреть. Пример вы можете уже посмотреть на предмете Lost World. Пока YouTube плюс-минус работает нарезки, я пока такие дела длинные не буду. Только для геймплея буду сначала пробовать. Лару будет в том числе туда идти. То есть Lost World и Лара. Они в приоритете будут в этих направлениях. Resident Evil, не знаю, посмотрим. Я попытаюсь через экшен сначала. Пока будут чисто экшен. OBS пока будут только юз для себя. Но подписываться лучше сейчас, ребят. Потому что, чтобы нам с вами не потерять связь. И чтобы мы с вами были в общей доступности. Также я поговорил с парочкой блогеров. К примеру, опять же, спасибо Константину Фан Винчу. Он дал пару советов. Как, что, где делать. Надеюсь, что получится. Я, по крайней мере, буду тренироваться с OBS. Я ненавижу OBS, говорю сразу. Но это единственная данная платформа, которая независима от сторонних сервисов. И может делать ретрансляции. Но я буду пробовать все, что имеется под рукой. И OBS буду настраивать параллельно. Потому что, если что-то слетит там. Хотя бы OBS будет у меня под задницей. Ну, физически. Вот у меня ноутбук здесь стоит. А вы у меня здесь здоровые кранчики. Вроде все новости передал. Уложились в 5 минут. Прекрасно. Иона, идем. Добро пожаловать в библиотеку. Александра Македонского. Тут как в Мавзолее. Значит, мы на верном пути. Ты не была в Мавзолее. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы лобуса. А, здесь не надо было читать. Эти заметки оставил основатель Ордена Семеры. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. Ну и пусть ремонтируют. Мне-то что. Так. Сначала тебя достанем. Кресл вездесущее. Этот крест. Похоже, он сделан в 17 веке. Его оставил Лопес? Ну да, просматривается. Как я в прошлый раз не заметил. Поясню. Вот до этого момента здесь был лаг. Потом тут открылся люк. И Лара спрыгнул. Да, я немножко спойлернул. Игра когда вышла, ребят. Непростительно в данном случае. Другие боятся, что братья Делакрус и Сирана не вернутся. До сих пор мне казалось, что это не так. Ведь они всегда возвращались. Но в глубине души я начинаю подозревать, что больше мы их не увидим. И мысли об этом сильно печалят меня. Мы продолжим их дело. Либо они вернутся и увидят, что мы не забыли их учения. Либо они посмотрят на нас с небес и благословят наш труд. Все может быть. Но это правильный подход. Дверь закрылась и наступила тишина. Такая огромная и безграничная, что я задержал дыхание, боясь нарушить ее. Лопес повернулся ко мне. Он улыбался, и в его глазах горел огонь безумия. Он подошел ко мне с распростертыми объятиями, и на секунду меня охватил ужас. Но он прижал меня к себе, и его пальцы впились в мои плечи. Я нашел его, шепнул он мне на ухо. И отпустив меня, побрел по этой комнате. Стены из чистого нефрита поднимались к небесам. Мы были там. Полностью покрытые мозаикой и резными фигурами. Я шел за ним на некотором отдалении. Он приблизился к алтарю и взял с него серебряный ларец. Мы там были, если кто не помнит. Пещера Виндиго. 25 декабря 1603 года. Четыре дня прошло с тех пор, как мы повернули прочь от города. Мы шли молча, мы шли кругами. Нас вели смятение, горе, чувство облегчения и торжества. Мы с Лопесом вышли из джунглей и оказались под взглядами лиц, высеченных в склоне горы. У Лопеса был «приступ», как он позднее его назвал. Он бросился на землю перед этими лицами, умоляя о пощаде. Самым страшным грехом на своей душе он считал то, что оставил Переса на растерзание тем странным воинам. Во время путешествия они подружились. Я пытался его утешить, но тщетно. Поэтому я развел костер и стал ждать. Лопес тем временем каялся в своих деяниях и умолял эти безмолвные каменные лица простить его. Ну, виндига сожрали, что поделаешь. Так, нижнюю пока не дергаем. Сначала идем по верхнему. Так. Я хочу все охватить. Весь периметр. 26 декабря 1603 года. Лопес разбудил меня, уже приготовив скудный завтрак. Мы там, где нам было суждено оказаться, сказал он с холодной решимостью в голосе. Сейчас он совсем не был похож на себя вчерашнего. Пока я доедал свой завтрак, он говорил о святом возмездии, о том, как он заблуждался, и о том, как Бог положил руки ему на плечи и указал верный путь. Мы будем нести слово Божье из этой маленькой миссии, сказал он, указывая на глинобитное здание за каменными лицами. Мы подготовим путь для избранного, ведь только он достоин того, чтобы получить эту шкатулку. Моэмские технологии будут использовать. В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопес? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать. Пока я только не трогаю две конкретные точки, потому что там может Ларест вернуться. Иоанн, сын Завидея, один из апостолов Иисуса, также прозванный возлюбленным учеником. Он и его брат Иаков славились своей горячностью и вспыльчивостью. Поэтому Христос прозвал их Боанергис, сыновья Грома. Считается, что Иоанн написал пять книг Нового Завета, Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова. Он святой покровитель любви и верности, а также ученых, издателей и писателей. Один из его символов – змея в чаше, что связано с покровительством, которое он оказывает жертвам отравлений и ожогов. Так. Это почитать нельзя? Нельзя. Ну, кстати, очень много картотек. Я люблю картотеки. Вот. Грубый набросок, на котором святой Иоанн отбивает атаку демона. Возможно, они собирались нарисовать такую фреску в здании миссии. Вот бы посмотреть бы на эту фреску хотя бы... С точки зрения эстетической целостности, реально интересный, любопытный. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Конец света. Ну, ладно, луна не даст, звезды есть. Во вселенной столько звезд. Что, ближайший наш, что ли? Ну, понятно, ребят, что без нее мы все сдохнем. Это понятно. Я имею в виду в том плане, что свет все равно будет. Мелкий, но будет. В один из дней из джунглей пришел брат Делакрус. Он вдохнул новую жизнь в нашу миссию. Когда он прибыл, нас оставалось только трое. А сестра Доротея уже много недель болела. Он и его спутник сразу же принялись за работу. К началу следующей недели Делакрус нанял три дюжины работников. Они починили колокольни, вспахали и засеяли поля. Брат Делакрус хочет сделать нас самодостаточными. Мы так долго пробыли здесь в одиночестве, что я начинаю бояться, не потеряли ли мы связь с Богом. Но смотрите, у нас не просто есть связь с Богом, но он еще и прислал того, кто станет его руками. Так, не упасть. Сначала золото. Бред. Каменные лица плачут, когда Иисус бредет по дороге скорби. Слишком много погибло. Еще много погибнет. И еще больше погибнет. И еще больше погибнет. Его свет указывает путь. Ну да, когда не знаешь, что сказать, самое лучшее сказать это бред. Так, тут вроде все собрали, ни одной намеки нету. Тогда идемте вскрывать фресочки. Потому что надо вскрыть одну фресочку, и она нам подскажет дорожку. Иона, берегись. Прыгуй на голову. Формально, надо, считай, этот крест поднять. Проход откроется. Но им тут нужна... Коценка. Так. И под крыльями его найдешь ты убежище. Те две цитаты из Библии. солнце померкнет и под крыльями его найдешь ты убежище цапля и затмение точно ищи цаплю и затмение ну вот она перед нами но пока дарана сейчас сейчас смотрюсь может есть еще места через которые можно ладно цапля вскрываем хорошую статью фреска хорошей музыками вот и ларец вера круз истинный крест это то о чем я думаю серебряный ларец ни с чем не спутать иисус берет крест на плечи стояние крестного пути но почему не все до 17 века их было семь это фреска времен лопеса новая подсказка да это как раз в его духе ладно где-то здесь должен быть крест давай поищем вот вспоминая и он узнать кто развивается реально как я уже сказал в прошлый раз но этот момент был утерян я еще расскажу за сумму задницу дел дак пока руки будут вытаскивать его заберем ключик ему наверное так тяжело боюсь представить ничего потерпит я вообще полгода стал главой рода когда отца убили ничего полгода вот один список иисус берет крест на плечи помоги поднять вот об этом люке говорил давайте открывайте высота не маленькая давай спускать он и волны чтобы вот здесь здесь что-то уже видела не сложно чем-то удивить но первое сад меня реально удивило гарантирую вот когда я прохожу во второй раз момент вот здесь мне как раз все вылетел вот давай 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 лора тут она подвисла подождем . только приостановил запись она сразу пошла в движение так попробовали что ж наверно сейчас должно работать да вот здесь есть надпись амбулата дон луч им хабетис ступай покуда с тобой свет нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути а если мы пройдем не по крестному пути ну ладно здесь явно безопасно только чисто двигать надо сработало вот так вот похоронят тебя тут голову за шорку куда-нибудь закрест не говори шикарное место конечно для арт-заста покуда с тобой свет дабы не объяла тебя тьма как будто подсказка или угроза да такое ощущение будто если ты выключишь свет тебе будет беда похоже на диму марию стояние 3 иисус встречает мать меня больше смущает налил и запылилась стоп а если пройду а я хочу сначала осмотреться есть возражение хочу убедиться что здесь нет виндига что тут мне хочешь давай а я подходил ничего не появлялась я тебя подсажу аккуратно не сломай ее сработало хор запил кстати забавно у лар такой же подсумок как и у меня правда я его держу на бедре сбоку а она сзади что с ней не случилось видимо свет что-то активировал лара спокойно чуть не померли повезло что она проршавела это четвертое стояние давай взглянем на эти фрески нужно проследить светом все стояния крестного пути мило ну ладно допустим судя по их виду их пытали подвесили к потолку это был не просто склеп а что виндига здесь обитают сейчас стояние пятое иисус падает во второй раз там было стояние четвертое я что правильно все таки начал крутить это хорошо но немножко жалко я думал что вновик откроем лара я ведь не ошибся нет не обязательно они могли таким образом высказывать свое почтение или они чокнулись торговый английской нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути и он иди сюда и нас фотку всех вместе так значит лопес собрал сцену распятия из мумий чего он хотел так давайте-ка фоторежим зайду к археолог кофт так давайте давай угол другую возьму она должна смотреть на меня поэтому нет надо надо угол поменять да покинуть какое святотатство думаю это было место богослужения какой-то подпольной секты буквально что это была секта ясно из брошюры так это слишком хороший когда да тут много шикарных кадров и я буду учиться выбираю но если подберем хороший то это будет не зря так ну ка вот хороший кадр неплохо неплохо так какие еще есть нас так так вот это вроде хорошие давайте посмотрим на знаю 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 что мне честно все будут говорить не прятать наше время и так его много ну во первых где вы такую хорошую картинку найдете насыщенность немножко выдержку так и теперь по фильтрам во первых вот это очень хорошо кидос ларик так древний кинотеатр кстати хорошее название сектанский о сектанский кинотеатр идеально ладно походу придется сразу ставкой нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути иисуса пригваждают кресту не бойся тех кто может убить тело но не душу это к нам обращено не дай лопесу одурачить себя нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути иисуса пригваждают кресту это же интересно забавно кажется он берет крест вот вы представьте себе каково было тем будущим мумиям узнать что они будут изображать главного плотника промывшего мозги всему человечеству но с точки зрения хотя бы пытался промыть добротой за это ему спасибо он несет крест нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути сейчас все сделаем успокойся сначала хочу посмотреть они несут его они поднимают его думаю она отирает ему лицо нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути ладно давайте нужно провести луч света по всем стоянием крестного пути так я не знаю только религии это по всем стоянием крестного пути наверное вот этот нет зато мы увидели как работает эта ловушка и получается в прошлые разы я в принципе неплохо шел но ненавижу теология похоже на церковь это кажется монахи да-да-да они самые ошибка Ну, я хотел еще фотку заделать. Нет, я понимаю, что, скорее всего, был середина. Ребята, я не сторонник теологии. То, что дикари сделали с тем, кто был против любых вообще религий. Строго говоря, он пытался создать единую религию под свое начало, но неосознанно. Но поэтому был против вообще любых религий, за что ему, конечно, респект не станут представлены одновременно. Но там сложно все. Так, значит, Лопес собрал сцену распятия из... Я не знаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно и спрошу. Угу. Кто поет? Все они мертвы. Ох, какая межность. Я рад, что я был тут словно сам. Иисуса пригваждают к кресту. А то, что было... Нет, это ужас было. То, что он нес и берет, это было... Это первое и второе. Нам нужно вот это. Китишград завидует. А вот и наш... Шкатулочка. Да что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Ларец из Челли. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Ну, это про тебя. Скорее, Иода. Давай ты. Лара у нас только сечет. По ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь варец, отринете? И от народа пойдите. Он был... Одержим этой целью. Ничего не сломается? А, ну, конечно. Надо уходить. Это мне не нравится. Так, а где ларец-то? Почему его нет у него в руках? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, грудная клетка плавает. С какого ляда? Что-то птица, что ли, была? Давай, давай, давай. Открывай. Где тут тамагавк? Уточни, дорог. Давай, пробираемся. Сколько же он сюда людей запихнул-то? Опля, здрасте. Вы нас конкурент на лучшую заставку. Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Нельзя стрелять в ларец. Вы идиоты. Хотите конец сетта организовать? Так и тыкай ты этой штукой. Попадешь в ларец, учитываешь шармагеддон. Согласен. Даже этот согласен. Все согласны. Прекрасно. Ты хотя бы Слоу сначала взяла бы с него бы? Несомненно. Твой отец был гением. Спасибо. Я лишилась его, не успев узнать. Такой же эффект. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил. Да не он! Подруга твоя забыла, что ли? Он хотел рассказать. Всем обойдите. Все, что я люблю! Все, что защищаю! Мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Доброе слово. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было девять! Слишком много было на кону. Целая цивилизация, сотни лет независимости, тысячи жизней! Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память о Нурату. И возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара, сколько их ты убила? М? И для чего все это? Беги! Лара! Взять его! Вперед, Леона! Это мое! Я забираю это себе! Мозг что-то подключивает? Ты на хрена! Я отсюда бы их всех пробил бы спокойно! Пройдите сквозь силы Тринити. Что у нас есть? Надо признать, жить тут, наверное, здорово. Слишком рано. Воздух так глотку и сжат. Командир Рурк... Эту чистоту не занимать. Но, сэр, мы слышим шум с северо-запада. Ситуация под контролем. Повторяю, чистоту не занимать. Рурк, связь закончил. А ну иди сюда. Иди сюда. Вот так вот это и делается. По-тихому. Сколько уже? 23 минуты у меня здесь. И там еще 19. Ну, в принципе, да. Как раз-таки 25. Сейчас будут записываться серии подряд. Поэтому можно, в принципе, сделать небольшой перерывчик. Ну, с точки зрения Домингеса, я на его стороне в данном вопросе. В том плане, что он прав. Свобода целого народа стоит жизни одного конкретного человека. Отец Лары хотел рассказать всем о поэтите. Но этот идиот не понимает, что страны, на чьих территориях находится это государство, не захотят его существования. А там, извините, Перу, Уругвай, недалеко Колумбия, плюс еще Бразилия с Парагваем. Ну, если прям, если между ними всеми находятся, примерно, это пойдите. Это страны, извините, с криминальными авторитетами. Прибьют всех. Лопес правильное дело, что защищал относительно все дела. И он же с его позиции понятный мне. Ну и Лауре, я понимаю, и на ее месте я с удовольствием бы за отца своего привлю ему за разум. Но так или иначе, пока же давайте на сегодня сделаем паузу. Завтра продолжим с геймплейным форматом, ребят. Повторюсь еще раз, подписывайтесь в социальных сетях у нас. Ютуб, скорее всего, будет настолько замедлен, что либо у населения кончатся нервы, либо земля встанет. Так что там, конечно, будет замедление, но недолго, я это чую. Все-таки у нас народ современный, к счастью. Но так или иначе, подписываемся на другие социальные сети, чтобы быть в курсе происходящих. Так, прекращение канала, я не позволю ни... Извиняюсь, нажал еще на кнопку. Пока живу, будем снимать. Ну а с вами был Веск, я вам Барал Технологич. Всем до скорой встречи, всем пока удачи, увидимся.